Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 27 июля, и прежде чем мы начнем разбирать основные инструменты, я бы хотел сказать, что в наших социальных сетях, контакты, фейсбук, проходит конкурс, творческий конкурс, в котором каждый может принять участие и выиграть приз в размере 500 долларов на ваш торговый счет. Все, что нужно, это привить вашу креативность. Подробные описания конкурса будут под этим видео, вы можете перейти по ссылкам, почитать и принять участие. Результаты будут оглашены уже в пятницу, поэтому поторопитесь, если вы хотите принять участие в данном конкурсе. Ну а начнем разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы вновь видели обновление локальных максимумов, ушли выше максимальные значения, которые мы видели 25 июля, на область 1.1713, и сегодня уже в моменте доходили до отметки 1.1775. Тенденция на укрепление продолжается, ну и следующий импульс, который был вчера, это подтверждает. Ближайший разворотный уровень на текущий день мы можем отметить по минимальным значениям, которые были вчера, отметка 1.1612. Пара британский фунт, американский доллар, вчера также обновил локальный максимум, ушли также выше максимальные значения, которые мы видели 18 и 17 июля, поэтому на текущий момент тенденция на укрепление британского фунта, американский доллар, также остается в приоритете. Ближайший разворотный уровень на текущий момент после вчерашнего импульса мы можем уже скорректировать на минимальные значения, которые были вчера, отметка 1.2990. И в том числе, если рассматривались, к примеру, ситуации на покупку по данному инструменту, то уровень стоп-лосс также может быть уже скорректирован за данное значение, так как целевая отметка в области 1.3116 уже была преодолена. Дальше ждем укрепления британского фунта, дальше в области 1.32-1.33. Пара австралийский доллар, американский доллар, вчера также вышла из бокового движения, обновили локальный максимум 25 июля и подтвердили настроенное движение дальше вверх на укрепление австралийского доллара по отношению к американскому доллару. Ближайший разворотный уровень на текущий момент располагается на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 0.7877. Тенденция на укрепление по австралийцу продолжается. Пара американский доллар, японская иена. Последние две торговые сессии укреплялась, то есть мы видели коррекционное движение по данной паре, но вчера к концу торговой сессии мы закрылись ниже открытия, что фактически нас может вернуть уже к продажам по данной паре. И так небольшая коррекция, которая была по паре американский доллар, японская иена, уже в ближайшее время может завершиться. Пара американский доллар, канадский доллар продолжают свое нисходящее движение. Здесь фактически уже ничего не меняется достаточно долго. Ближайший разворотный уровень мы можем отметить по данному активу. На максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера, отметка 1.2540. Пара продолжает свое снижение в области 1.24-1.23. Пара еврофунт продолжает свое нисходящее движение. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем отметить на максимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. и 25 июля отметка в области 89.57. Поэтому на текущий момент данный уровень может быть скорректирован для коротких сделок. Напоминаю, что основная тенденция пока сохранится на укреплении, и сейчас пара еврофунт корректируется. Завершение коррекции может дать нам возможность вновь присоединиться на покупку по данному инструменту. Золото продолжает рост. Сегодня с утра уже обновили локальный максимум, доходили до отметки 1264 доллара за тройскую унцию, и ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были вчера, отметка 1243 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свой рост. Доходили вчера до максимальных значений в области 5101. Тенденция на укрепление продолжается, и ближайший коррекционный уровень на текущий момент мы можем обозначить на минимальных значениях, которые были вчера, это отметка 5001. Уходят ниже данного уровня, возвращают нас к коррекции и к возвращению к продажам по данному инструменту. Ну и по индексу DAX краткосрочное укрепление мы видим последние несколько торговых дней. Уходят ниже минимальные значения, которые были вчера, возвращают нас вновь к продажам по данному инструменту, то есть уходят ниже области 12241. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Участвуйте в конкурсе. Описание вы можете найти под этим видео, переходите по ссылкам. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, и увидимся на наших следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok